1 миллиард покинул Россию 1 миллиард долларов покинул Россию Российские инвесторы замещают нерезидентов и поднимают индексы 5. Газета «Коммерсант» номер 99 от 8 июня 2019 года Строение 1 за 5 месяцев 2019 года Международные инвесторы вывели с российского рынка акции свыше 1 миллиард долларов Медвежье настроение связано с сохраняющимися рисками расширения санкций против России Арестом основателя фонда Беринг-Восток Майкла Калви, а также внешнеторговой политикой США Тем не менее российские фондовые индексы остаются лидерами роста среди индексов развивающихся стран Поддержку им оказывают внутренние инвесторы, которые абсорбируют оттоки со стороны нерезидентов Последние данные Свидетельствуют об усилении выхода международных инвесторов с российского фондового рынка По оценке твердый знак, основанный на отчете Bank of America Merrill Lynch Учитывающего данные Объем средств, выведенный из российских фондов за неделю, закончившуюся 5 июня, составил 153 миллиона долларов Этот результат почти вдвое выше оттока, зафиксированного недели ранее, 86 миллионов долларов К тому же это худший результат этого года Настороженный настрой в отношении российских фондов сохраняется у международных инвесторов с начала года Наиболее активные выходы из фондов наблюдались в начале марта и в начале июня Суммарно с начала года российские фонды лишились более 1 миллиард долларов Сопоставимого объема средств фонды лишились в апреле, октябре 2018 года Тогда на фоне опасений расширения секторальных санкций против России А также начало торговой войны США с Китаем Инвесторы забрали с российского рынка акции 1,1 миллиарда долларов Почему международные инвесторы вводят средства Си Российского фондового рынка жесткость, с которой американские политики строили свои отношения с Россией Оказывало давление на иностранных инвесторов и в этом году Тем более, что в феврале сенаторы внесли в Конгресс законопроект Предполагающий введение санкций в отношении банковского и энергетического секторов А также против российского газдолга Инвесторы ожидали значительного ужесточения санкций против России к концу первого квартала Поэтому усилили отток из российских фондов в начале весны Отмечает директор по инвестициям General Invest Филиппе Делароса Не способствовал росту оптимизма на российском рынке И арест Майкла Калви, основателя Беринг Восток Одного из старейших инвестиционных фондов, работающих в России Второй день Петербургского международного экономического форума В рамках которого прошло заседание бизнес-диалога «Россия-США» Подтвердил, что этот арест взволновал многих Россия в среднем рассматривается иностранными инвесторами в качестве сырьевой экономики с относительно большим, но систематически нереализуемым потенциалом и значительными рисками, отмечает старший аналитик It's W.M. Георгий Акром Чедлишвили В начале этого года делом Калви российские власти дали иностранцам дополнительный повод считать данные риски скорее недооцененными, считает Георгий Акром Чедлишвили Как в рамках ПМЭФ провели заседание бизнес-диалога «Россия-США» без Майкла Калви К концу весны тема санкций отошла на второй план Конгресс США так и не принял ни один из своих законопроектов Была снята часть ограничительных мер с компанией Олега Дерипаски А расследование прокурора Роберта Мюллера оказалось нейтральным Но теперь на первое место вышли резкие внешнеэкономические шаги США Прежде всего в отношении Китая, которые усилили риски замедления темпов роста мировой экономики и привели к обывалу на фондовых и сырьевых рынках Торговые войны не способствуют оптимизму в отношении любых развивающихся рынков в целом, отмечает господина Кром Чедлишвили Если же еще учесть коррекцию на нефтяном рынке в последние 2-3 недели, то вывод средств из России вполне объясним Впрочем, несмотря на преобладающие продажи со стороны нерезидентов, российский рынок акций в текущем году почти каждый месяц обновляет максимумы В понедельник индекс Московской биржи обновил исторический максимум, достигнув 2743,81 пунктов, а в пятницу поднимался до отметки 2743,11 пунктов За неделю индекс вырос более чем на 2%, а с начала года почти на 15% Долларовый индекс РТС вырос более значительно, на 24% и вернулся к максимуму с марта 2018 года По темпам роста он занимает лидирующие позиции среди индексов развивающихся стран По словам заместителя гендиректора по фондовым операциям УКТФГ Равиля Юсипова, положительное влияние на российский рынок оказывает внутренний спрос на акции, который помогает абсорбировать значительные оттоки из западных фондов Снижение санкционных рисков, фундаментальная недооцененность и высокая дивидендная доходность российских акций поддерживают высокий интерес к ним со стороны российских инвесторов, отмечает Равиль Юсипов В ближайшие недели кардинальных изменений в поведении иностранных инвесторов не произойдет, считают аналитики Мы не ждем скорого возврата международных инвесторов на российский рынок Скорее стоит ожидать дальнейшего оттока, так как санкционные риски по-прежнему высоки, а темпы роста мировой экономики продолжают замедляться, отмечает аналитик FP Wealth Solutions Михаил Иванов Виталий Гайдаев